Сегодня в нашей студии Юрий Владимирович Мазур, актер Тобольского драматического театра имени Петра Ершова. Юрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня уже видим на столе замечательные портреты. Давайте вспомним, как связана ваша семья с Великой Отечественной войной. В моей семье служила мама. Отец был моложе немножко, и он еще был молодой, его непризывного возраста. А мама, она, значит, родилась в Луганской области, село Гречишкино. И потом они уехали, их раскулачивали, и они уехали в город Брянка Луганской области. И работали, дедушка работал на заводе, а мама училась в школе, там и при школе они и жили. И когда началась война, они вернулись в село, потому что в городе жить было труднее. Но когда освободили их деревню, а приехали они, как бы, наехавшие из раскулаченных, и решили, что это, как бы, враги народа, и вот две девчонки из всего села отправили на фронт. Раз они еще подокупали. Сколько ей было лет? Ну вот она с 24-го года, ей было сколько, в 43-м году, это уже их призывали, когда освобождали Луганскую область. Ну, почти 19 лет. И попала она в похоронную команду. И когда-то, когда в 70-х годах Смирнов начал рассказывать о подвигах войны, и в школу пригласили маму, и она сказала, я не пойду, я болею. И пришла наша соседка, и она тоже что-то рассказывала о войне, и говорит, вот Юрина мама могла бы больше рассказать, она почему-то не пришла. А почему не пришла? Во-первых, рассказывать о похоронной команде. Да, это не то, что там подвиги блестящие, да, это вот такое. Причем это очень страшно было для девчонок, я потом... А потом вот моя мама и вторая моя мама, теща, они служили... Вот ее судьба тоже была такая же. Ее отец, теща моей, был священником в Агайе. И его в 37-м году расстреляли. А передачи брали до 41-го года. И когда началась вот сибирская дивизия, отправляли на фронт, и ее тоже отправили. И вот как бы неблагонадежный человек, и моя мама, и теща моя. Так теща служила, дошла до Берлина, Зиеловские высоты, и она была кодировщицей. Давайте покажем ее портрет. Зовут ее Антонина Ивановна. Она завоевала два ордена у нее было. Орден Отечественной войны и... Ой, какой же второй-то? Красной звезды. Красной звезды, да-да-да. Судя по да, Павловна сказала. Она была кодировщицей, что это значит? Кодировщица, это вот передают шифровку какую-то, и она лежит там где-то под машиной, прячется. И потом она расшифрует, у нее целая тетрадь шифра этого, и несет начальству, какую они получили шифровку. Секретная такая. Очень секретная, да. Причем там с проверками КГБ, были всякие там вороспросы. Проверялось страшно. Это такие тайны были военные. И вот дошла она до Зиеловских высот. И вот и моя мама, и моя теща привезли детей с фронта. Любовь они свою нашли на фронте. Но это сейчас, мы говорим об этом, как бы это... В те времена не очень-то говорили. Порицалась, да. И вот поэтому моя мама не пошла в школу рассказывать о войне, а рассказывала страшные вещи. Вот похоронная команда. Да, маму давайте покажем, Татьяну Ивановну. Ее девичья фамилия была Аверкова. Она молодая девчонка, 19 лет. Молодая девчонка. Вот она попала. Что такое похоронная команда? На фронте они приходят к Мецамбату. Там лежат убитые воины. Накрытые одеялом или шинелью. Они берут носилки и несут место захоронения. Потом, значит, выкапывают яму, а надо раскрыть этот воин, будем говорить, труп воина. И они уходят все, плачут девчонки и боятся подойти... А его надо взять. А его надо взять и опустить в могилу. Никаких гробов не было, никаких веревок и полотенец, на которых опускают, не было. И одна девчонка была очень смелая, москвичка. Она говорит, девчонки, ну что вы плачете? Давайте, подходите. Не буду же я... И вот возьмет за ноги. Говорит, не буду же я... И вот они это одеяло или шинель клали в могилу. И потом опускали. И накрывали шинелью или одеяло. Ну что есть? И их за это ругали. Потому что... Посходы... Опять же, это москвичка говорила, что они не заслужили себе одеяло или шинели. А война была, ни одежды же не было какой-то. Поэтому все это переходило. Вот такая страшная вещь была. И служила мама. Вот как раз освобождали Крым на вот этот перекоп. Крымский перекоп. Вот там. И потом она дошла до конца войны. В Прибалтике закончила она свою войну. И возвращалась домой в январе месяце, поскольку уже была беременна. Поскольку любовь случилась. Любовь случилась. И потом ее любимый, он командир был, он погиб где-то после войны. Уже после войны. То ли под трамвай какие-то. Она запрашивала, потому что мой брат старший. Вот такие вот у мамы были военные истории. Страшные истории. Страшные, да. Похоронная команда очень, конечно, так негативная. У тещи другое дело. Вот на фронт-то отправили. И про отца своего она ничего не знала. Я говорил, что... Да. Самое интересное, что ей доверили такую секретную работу, да, при вот неблагонадежности такой. Передачу брали, а потом сказали, его нет, его убили. И потом уже, вот последние годы перед ее смертью, она узнала, рассекретили архивы, что его убили вот у расстрельного камня возле Александра Невского храма, вот в тюремном замке. Вот там... А говорили, что вроде бы и в Омск отправили, и где-то вот что-то... Ну, правду не знали они никакую о дедушке. Ну, вот она была кодировщицей, доверяли ей там сам. Были какие-то, не знаю, случаи? Вот что она рассказывала там? Ой, страшные случаи рассказывала, говорит, вот лежи, получили шифровку, и бои идут страшно вокруг, вот это самое. Это же штаб фронта. Да, 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 связисты же. И говорит, я только раскодировал это и отнесла. И там, где она лежала, попала бомба. Вот на том месте, вот не уйди, говорит, в этот момент. И... Тут же накрыла бы. Накрыла бы, и не было бы ее, и все. Так что вот такие страшные истории. И очень много таких... Это же девчонки на войне с мужчинами. Это страшные вещи такие. Вот она много рассказывала таких подробностей. Причем у нее такая, у тещи была более память цепкая, чем у моей мамы. Вот она по Украине шла, она там рассказывала, допустим, вот в одном селе картошка называется, в другом бараболев. Там Магдебург, где-то она вот такие вот истории рассказывала, запоминала. Ну, война, война. Не все же еще любят рассказывать. Вот из ветеранов, фронтовиков. Вот теща как-то любила. А вот мама моя не очень рассказывала. Война, есть война. Но мама после войны пришла более такая смелая. Вот то, что она вернулась в свою деревню. И в их доме поселили какую-то чиновницу, там сельсовета или что-то такое. И мама ее выгнала из дома. Ты сидела здесь, говорит, дескать. А я на фронте была. Вот такая вдруг осмелилась. Ну, а что ей уже там было? Я тогда гордился, что моя мама такая смелая. Фронтовичка. Да, Фронтовичка. Слушайте, ну, похоронная команда, их же там как-то отмечали. Они же вроде как, ну, не воины, да? Они вот, какие-то ордена. Что-то у них было? Была и подготовка. И где-то попадали они в какое-то окружение. И их вот командир выводил из этого окружения. С потерями даже были большие потери. И, говорит, очень сложно все было. Ну, война, война. Вокруг война. Вот сейчас вот. Мы жили без войны. Я все время как-то в школе рассказывал, что наше поколение прожило без войны. И вот сейчас рассказал историю, что война закончилась 6 мая по истории. А я служил в Чехословакии. И повели нас на ратушу. И там часы, типа вот нашей Кремлевской башни, Спасской башни, вернее. И часы, там меняются 12 апостолов, и потом петух кричит это самое. Такие исторические часы в мире. И подходит к нам женщина и говорит, это русские? И она думала, у нас парень молдаван был. И она обняла его. И плачет. Но это уже был 70-й год после войны. Казалось бы, это уже все закончилось. И она говорит, вот нас, работников ЦК, или там обкома, что-то в Праге, вывели вот на вот эту площадь. Из танка немцы должны были их расстрелять. И вот эта ратуша, и вот эта башня, а с другой стороны Карлов мост, знаменитый Карлов мост. И говорит, и едут танки русские. Это было 9 мая. Война закончилась уже. А в Праге еще вот заходили наши войны. И вот она помнит, я еще был в Праге, в деревне Лидица, которая стерла с лица земли, вот как хатынь. И тоже женщина подходила. Ну вот как будто вчера была война. Она вся в слезах. И вот русские перед нами, как будто бы мы бы выиграли войну, солдаты. И были вот такие вот истории. То есть вы тоже соприкоснулись. А сейчас вот, когда смотришь на все это, там вы интернационалист. И я про это не особенно рассказываю никогда. А сейчас какое отношение к нам? Ну да, все меняется. Вот видите, как времена меняются. Юрий Владимирович, спасибо вам большое за то, что поделились своими воспоминаниями. Ну и, конечно, с праздником вас, с Днем Победы. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok